За что президента РФ прозвали туалетным путенком и окурком? Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки. И у меня тогда, я пользовался иногда псевдонимами. После чего к Дмитрию Медведеву прицепилось прозвище «Шмель». Всадники апокалипсиса уже в пути. Из чьей легкой руки Соловьев превратился в вечернего «б*** звона». Вот это отрицание – это первая фаза. К сожалению, иногда творческая деменция подкрадывается внезапно. Давайте откроем матрешку и выясним, какие ярлыки закрепились за представителями политической элиты и рупорами Кремля. У всех были псевдонимы, потому что работа такая. И какая история их возникновения. К пропагандисту Владимиру Соловьеву прилип целый букет прозвищ. Сначала уже покойный телеведущий Сергей Доренко, который длительное время конфликтовал с Рудольфовичем, обозвал оппонента «мерзкая карлица». Мне сказали, что где-то в эфире хлопотливая тетенька Владимир Соловьев обещала ко мне приставать. Прочь! Прочь от меня, мерзкая карлица! Я боюсь тебя. А после одного из выпусков шоу «Вечерний Ургант» за Соловьевым закрепилась еще одна кличка. Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия». Но если эту выходку коллеги Рудольфыч проигнорировал, то история с вечерним *** звоном вывела его из себя. Все, ребята, шутки кончились. Все началось с того, что российский музыкант Борис Гребенщиков записал песню «Вечерний М». Ведущий программы «Вечер» с Владимиром Соловьевым сразу сообразил, что речь идет о пропагандистах. Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос. И начал с пеной у рта доказывать, что эта песня не о нем. Ну, любой человек, знакомый с программой, даже телевидение открыв его, найдет только одну программу в нашем телевидении, ну, на крупных каналах, да, которая начинается с «Вечерней». Вы, наверное, уже догадались, какую программу Рудольфыч имеет в виду. Некогда выдающийся поэт оскорбил замечательного ведущего, моего коллегу с первого канала, господина Урганта, назвав свою песню «Вечерний звон». Ну, то есть так нагло, так бесцеремонно, так пошло и так подло ударить Урганта в спину. Сам Иван тоже не обошел эту тему стороной и, не переходя на личности, высказал свое мнение, о ком на самом деле поет Гребенщиков. Слушай, ну а мы все, кто работаем по вечерам, ну мы же дружная большая семья, мы каждое утро просыпаемся под радиопередачей друг друга. Мы с огромным удовольствием пригласили бы Бориса Борисовича спеть эту песню вживую, но, к сожалению, по корпоративной этике мы не можем на Первом канале исполнять песни про сотрудников других каналов. Ну, ничего, Иван, ничего, ничего. Как бы Соловьев не пытался откреститься от обидного прозвища, титул «Вечерний м**звон» закрепился именно за ним. А песня на самом деле плохая. Вторичная, жалкая. Песня куплетиста. Вскоре Рудольфович снова оказался в центре творческого скандала. Известный украинский журналист Дмитрий Гордон посвятил пропагандисту песню под названием «Итальянский партизан». На недельку до второго едет он не в Комарова. Об Европе распроклятой клещет виски не нарзан. Русью пахнут воды кома, только там Володя дома, потому что этот Вова – итальянский партизан. Ольга «Сливной бачок». Я вообще не согласна с этим. Ну, чуваки, это правда-неправда? Правда-неправда? Это от волнения, я так говорю. Ольгу Скобееву прозвали «Сливной бачок» после скандала в ПАСЕ. На этих кадрах прекрасно видно, как съемочная группа России мешает украинской журналистке брать интервью в прямом эфире. Ну тоже, господи, но влезла я в прямой эфир. Однако сотрудница украинского телеканала не растерялась и поставила кремлевскую пропагандистку на место. Мы очень хорошо знаем, как громко работает ваш «Сливной бачок», который у нормальных людей называется «Рот». Вы можете отойти и не мешать нам работать. Пожалуйста. Спасибо вам, что вы с болью, с кровью, но вырываете с кровавой пасти этих людоедов наших людей. Маргариту Симоньян, которая обещает помогать Путину мочить людоедов, уже 10 лет преследует прозвище «боброедка». А в России дел-то не сделаны в горах. Маргарита Симоньян всю жарит бобра. Эта кличка появилась у нее накануне 2013-го, когда профессиональная лгунья и отчаянная домохозяйка решила приготовить грызуна. А вот, собственно, и рецепт этого кулинарного шедевра от самой живодерки Риты. Сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах и черном перце. Завтра обжарю и потом буду тушить в бульоне до мягкости. После этого инцидента Алексей Навальный несколько раз троллил пропагандистку и нарвался на месть злопамятной боброедки. В апреле 21-го она отправила Навальному, который голодал в колонии, мясо бобра и выложила в соцсетях фотографии упаковок колбасы из грызуна и его копченого мяса. Навальный выходит из голодовки. Как раз вовремя я отправила ему вкусняшку в пакете. Обидные прозвища небезосновательно прицепились и к политической элите Кремля. Несложно догадаться, почему Захарову стали называть пресс-алкаше. Хочу просто поздравить всех и поднять этот бокал за сегодняшний вечер. А Валентину Матвиенко валька стакан. Вырос продажа объема водки. Жириновский закрепил за собой звание политического клоуна из-за неуравновешенного поведения. Помолчать! Да там молчать нужно сидеть! Тиллер партии выступает! И весьма специфического чувства юмора. То есть ваши анекдоты, они ужасающие и разрушают психику. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров получил прозвище «печальная» или «грустная лошадь» из-за внешних сходств с этим животным и череды внешнеполитических провалов России. Мне не платят за оптимизм. Дмитрий Медведев в школе для всех ровесников и друзей был просто Димоном. Позже его начали называть «шмель». Поговаривают, что эта кличка прилипла к Димону после того, как он переоделся в цыгана на свадьбе друга и спел песню «Мохнатый шмель» из фильма «Жестокий романс». А когда Медведев попал в большую политику, то его начали называть «айфончик» за любовь к яблочным гаджетом и «Лунтик» из-за сходства с мультипликационным героем, который упал с Луны. Согласитесь, Медведев частенько ведет себя так, как будто бы он не от мира сего. Да и заявления политика тяжело назвать адекватными. Псадники апокалипсиса уже в пути. Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент, знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. О дрожащих руках Медведев знает все не понаслышке, ведь он гонит самогон в домашних условиях, а потом дегустирует и начинает печатать в соцсетях несусветную ересь, за что его и прозвали Дима Твиттер или же Твиттереныш. Но больше всего прозвищ, конечно же, у президента РФ. Я в разведшколе учился, когда у меня был псевдоним Платов. Работа такая, которая предполагает определенный уровень конспирации. Вот только сокурсник Путина по Институту внешней разведки имени Андропова припоминает совершенно другой так называемый псевдоним, который прицепился к Путину. Каким запомнился Путин окружающим лицам? Я думаю, что лучше всего это характеризует тот псевдоним, который ему там дали. У нас он проходил скромно и со вкусом. Окурок. Скорее всего, потому что он имел посредственные интеллектуальные способности и комплекс неполноценности. По результатам его обучения в КАЕ он был признан негодным для работы в разведке, и он там не работал ни одного дня. А в 90-х, во времена работы в мэрии Санкт-Петербурга, за Путиным закрепилась кличка «Бледная моль», потому что он имел непримечательную внешность. И словно насекомый-овредитель вместе с криминальными авторитетами России усердно пожирал богатство страны. Глаза боятся, а руки делают. Неудивительно, что журналисты тогда навесили на политика ярлык «Ха Путин». Но о всех этих прозвищах публика надолго забыла после пресс-конференции в Астане 99-го года, где Путина постигла коммуникативная неудача из-за использования выражений из лексикона гопников. Так у премьера России появилась новая кличка «Туалетный путенок». А граждане страны начали шутить о том, что политик быстро и эффективно мочит всех микробов в сортире. В конце нулевых к Путину прицепилась кличка «Краб» из-за высказываний о том, что он пашет как раб на галерах. Ну или как краб. Кому как послышалось. Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. Сегодня президент РФ заработал себе несколько новых прозвищ. Бункерный дед из-за маниакального страха смерти. Кто как обзывается, тот так и называется. И кровавый диктатор из-за преступной и жестокой войны в Украине, которую развязала Россия. Сейчас для меня пользоваться псевдонимом – это просто нелепо. Никакого ника я бы, конечно, себе выбирать не стал. Да и не нужно, дедушка. Ты уже сделал все возможное, чтобы навсегда войти в историю как террорист номер один в мире. И никакие таблетки уже не вылечат от безумия ни тебя, ни твоих лживых и жестоких приспешников, ни твою загнивающую страну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok